Какова их роль вообще в истории? Что они сделали? Правильно? Ну и, соответственно, вот это то, что вы отмечаете или показываете, просто говорит о том, что хотя человек, вот как биологическое существо, он вроде бы уже и умер, да? Те люди, которые в истории какую-то роль высокую сыграли, они вообще не умирают. Ну вот сейчас, скажите, пожалуйста, на Украине Ленин живой? В Украине? С ним же воюют. Воюют. У нас непонятно, так как, вроде, сильно много там не за и против особенно, тоже так, ну и высказывается. А там просто воюют с ним. Воюют, отказывают, снимают, притаскивают технику и так далее. Хотя, а кто содействовал в создании украинского государства? Ленин? Ленин содействовал впервые. Украинское государство было оформлено при поддержке Ленина. И причем даже добавляли области специально, чтобы там соотношение рабочих и крестьян соответствовало тому, как и Россия. Чтобы было такое сбалансированное государство, самостоятельное. Потому что, если у вас в государстве только вот крестьянское население или там мало промышленности, то это не дело. Поэтому в некоторой области исконно российские были включены, в том числе, в состав Украины. Поэтому что должны были делать, так сказать, украинские националисты? Так, по-хорошему. По-хорошему должны были вышиванки, его везде эти памятники одеть, приходить и, так сказать, с благодарственными всякими словами. Националисты. Украинские. Но, увы, там народ, как говорится, тот, кто в этом участвует, в этих погромах, в этих разгромах, темные люди, они не понимают вообще роли памятников. Вот, скажем, вам не нравится памятник царя. Вы против царизма. И что, надо сейчас идти на Исаакиевскую площадь и давайте тогда взорвем этот памятник царю. Потому что мы с вами не монархисты. Вы же не монархисты? Нет. А вы? А есть кто-нибудь тут монархисты? Нету? А что тогда делать? Пойдемте сюда. Сейчас соберемся. Чем мы тут время тратим? Давайте сейчас пойдем. Ну или, поскольку у нас сил мало сегодня, мало пришли. Купим краску и... Или... Вот стоит у нас памятник Дзержинскому. Знаете, да? Где? А? Ну, на Шпалерную улицу, знаете? Улицу Войнова ранее. Сейчас Шпалерная. Идет к Смольному. Вдоль Невы. Крайняя. Идет к Смольному улице. И упирается прямо в Смольный монастырь. И в этот Смольный собор. А по левую сторону... Там у нас остается последняя остановка. По левую сторону, когда вы идете к Смольному, или едете. Таврический дворец с правой стороны. А, кстати, это Екатерина же подарила своему Варидту Потемкину. Это все... Что это? Монархи все. Мы же не монархисты. Что он взорвать может этот чертову таврический дворец? Давайте вы с правой крылом, вы левая крылом, а вам вот центральную часть. Мы на это не пойдем. Потому что мы все-таки знаем, что такое культура. Культура – это наукопленный опыт материальный и духовный. И не надо воевать с памятником. Не надо с памятником воевать. Вот он стоит у нас, Дзержинский. Был такой Дзержинский человек или нет? Был. Он важную роль играл. Кому нравится, кому не нравится. Но важный. Он историческая личность. Историческая. Мы с вами собираемся историю рассказывать. Как мы будем историю рассказывать, если эти исторические памятники не будут уничтожать? Сейчас мы вам будем на пальцах рассказывать. Мы не переоцениваем значение памятника, но и недооценивать тоже не должны. Конечно, вот Дзержинский. И что от того, что они в Москве его там сняли, вот эти люди темные, которые взяли, убрали памятник Дзержинского? Зайдите в любой кабинет в ФСБ, там эта же площадь, там портрет Дзержинского. В любой кабинет. И Владимир Владимирович был в этой организации. Они к какой отношению к Дзержинскому? Ну, уважительные. Или Свердлову убрали памятник. Он был председателем ЦИК. Вот он государственный человек был. Кто был глава государства у нас сразу после революции, знаете? Велика Октябрьской. Сказать? Каменев. Потом Каменев вместе с группой других потребовал, что надо создать однородное социалистическое правительство. Все партии туда, которые боролись с большевиками и боролись против социалистической революции, давайте их туда, все в правительство. Ну, тогда по предложению Ленина его раз с этим. По решению ЦИКа выгнали с поста председателя в ЦИК, и главой государства стал Свердлов. И вот есть глава государства. Взяли памятник Свердлову, который был там вот, недалеко от памятника Маркса и Энгельса. Маркса, вернее. Памятник Маркса там. Недалеко. Взяли и уничтожили. А Маркс стоит себе как ни в чем не было. Как-то так. Зачем? То есть что-то одно из историй выдернем, а другое ставим непонятно там. Или все хотите выдернуть из заслуживания, тогда себя выдерните в первую очередь. Дальше там памятник Калинину на Арбате. Я там был буквально через месяц после событий 90... Того самого столица, 91-го года. Грязь такая вот везде там на Охотском. На Охотном ряду. И вот разбитые памятники. Видно, что памятник Калинину там рушили, разбили даже пьедестал. Ну, видно, это варвары пришли. Варвары. Ну, ничего не случилось. Вот, что хотите, делайте, берите. Делайте, решайте, строите, созидайте. Что, вам Дзержинский мешает здесь? Нет. Он стоит у управления ФСБ. Это ему и положено. У нас в Поленинградской области. Которые пограничные вопросы решают в том числе. У нас есть здание ФСБ на Большой дом, на Литейном. А это управление, которое занимается вопросами охраны государственной границы. Потому что это вменено в обязанность Федеральной службы безопасности. Ну, и что нужно здесь? Воевать с памятником. Хорошо. Петр I царь. Ну, что, плохой памятник? Никто с ним не воюет. Нет. Но Исаакиевская тоже не воевает. Зачем воевать с памятником? Ну, вот такое без культуры присутствует. Мы еще с вами должны решать вопросы культурного развития, правильно? Развития человечества. Поэтому мы по этой дороге не пойдем. Так что, когда мы оцениваем человека, то мы должны сказать, что некоторые люди... Почему? Идея человека, идея. Если это великий мыслитель, они долго после его смерти являются актуальными. Или даже еще более актуальными являются. Вот Ленин писал про Маркса, что при жизни Маркса ему отвечали, значит, бешеной, злобой и ненавистью. А после его смерти отдали известное уважение его имени. Ну, и попытались, так сказать, превратить его учение в такую безвредную икону. Вам нужно Маркса купить, идите. Полторы тысячи стоит один том капитала. Кто его? Никто не воюет. Я вот сейчас на факультете философском приобретаю курс анализ классических текстов Маркс Энгельс «Немецкая идеология». Мы только что оттуда. Сегодня занятие и в среду. Сегодня полтора часа и в среду. И всего 56 часов. Вот такого же размера, как весь курс философии у вас. Такого же размера у нас курс по изучению немецкой идеологии работы. Маркс Энгельс «Немецкая идеология». И это нормально. То есть, понятно, что если вы хотите быть образованными людьми, если какое-то течение является достаточно влиятельным в мире, ну, нужно это течение вообще знать и разбираться или нет. А как вы будете это рассказывать людям, если вы не разбираетесь? Поэтому, конечно, а где собирались в Крыму у памятника Ленину? Те, кто выступали, организовывали борьбу за присоединение Крыма, за воссоединение Крыма с Россией. Где? Ну, посмотрите фильм, который имеется по этому поводу. Там показано, что все проходило вот на памятнике Ленину. А чего вы у памятника Ленину собирались? Сидите там, собирайтесь к какому-нибудь другому памятнику. В Бандеры никто не стал собираться? Нет. И наоборот. Кто-то собирается у другого памятника, значит, тоже его идеи живут в умах некоторых товарищей. Короче говоря, конечно, мы должны принимать во внимание, что поскольку сущность человека общественная, то в развитии общества те идеи, которые были давно высказаны или сыграли какую-то колоссальную роль, они продолжают существовать в головах новых поколений, так или иначе преобразованы, или наоборот, освежаются и еще становятся более яркими и острыми. Правильно? Так, ну вот теперь мы перейдем к новой теме. Социальное становление. Социальное становление. Мы с вами изучали, что такое становление. Давайте проверим, насколько у нас... То, что мы изучали, сохранилось в памяти народной. Кто скажет, что такое становление? Изучали? Изучали. Движение, исчезновение бытия в ничто, ничто в бытие. Да, движение, исчезновение бытия в ничто, ничто в бытие. И в этом вот движении мы различили в становлении два противоположных момента. Один момент возникновения и другой момент прихождения. Вот типичная ошибка методологическая и теоретическая состоит в том, что берут только один момент, другой не берут. Причем эта ошибка была очень широко распространена, в том числе и в советское время. Или, как на витке, в завершающем этапе. Социализма в СССР. Вот я в то время здесь, на экономическом факультете, здесь был экономический факультет. Философский и экономический. Такая одна сторона философская, другая сторона экономическая. Я тут был в аспирантуре, а потом преподавал на кафедре политической экономии. Самой большой кафедре Советского Союза. 55 преподавателей у нас было. Ну и преподавал я на отделении экономической кибернетики. Кафедра экономико-математических расчетов. Сам я находился на кафедре политической экономии. У нас была программа. В этой программе записано возникновение и становление социализма. Вот так записано было. А что значит возникновение и становление? Так в становлении есть же возникновение. Почему возникновение и становление? А прихождение где-то да. А прихождение нету. Ну раз его нету, оно его не видит, программа его не видит, его не видит руководство, министерство его не видит, то если нет прихождения, не надо с ним бороться. Правда? Если мы будем считать, что если вы обедаете, то посуда не пачкается. А если вы ходите у себя по квартире, то никогда никакого мусора не будет. То не надо выкинуть веник, и вода горячая вам не нужна для того, чтобы мыть посуду. Зачем вы мыть-то? Правда? Ну, некоторые, которые знают, что тут есть момент прихождения, что вот если вы поели, то вообще-то лучше бы ее посуду помыть. Но они находят всякие средства. Например, вот я знал двух докторов наук, которые все время занимались наукой, им некогда было мыть посуду, они придумали очень здорово. Пообедают, и потом посуду раз в холодильник. Они знают, что это замедляет там разложение действия бактерий. Поэтому они подумают, а скоро уже обед. После обеда опять раз в холодильник. Нашлись еще более продвинутые люди. Полиэтиленовый мешок. Вот вы достаете чистую тарелочку и полиэтиленовый мешок, и вот сейчас наберите вам сколько хотите в магазине. Там прям рулонами продают. Раз, одели, полиэтиленовый мешочек. Покушали. Потом это выбросили. А посуду поставьте фарфоровую-то. Она чистенькая у вас. Красота. Но то есть люди все понимают, что иначе запачкается. То есть они как бы ведут борьбу с этим. А вот при преподавании политэкономии считалось, что нет никакого прихождения. Но если нет прихождения, надо с ним и бороться. То есть если, вот скажем, противник придет с правой стороны, а я считаю, что с правой стороны противника нет, то можно вообще этот правый класс закрыть, не смотреть и не видеть. Поэтому люди подойдут, дадут мне по голове. И особенно без особенных усилий я расстанусь с жизнью. Например, в таком положении у нас оказался Советский Союз. Какая у нас была теория возникновения и становления социализма и что при социализме нет никакой классовой борьбы. У меня была возможность, поскольку я на полуставке был заведующим кафедрой научного коммунизма Университета маркизма и ленизма Горкома партии, тогда, когда ваш декан был заведующий кафедр международных отношений в этом же университете Абдулла Хамидович. Я его с того времени знаю. У меня была возможность посмотреть, как люди реагируют. Я их спрашивал там вот. В доме политпросвещения где сидит полторы тысячи человек. Большой очень зал. Мелкоборазное поведение есть при социализме? Вот дать обществу на меньше и похуже, а взять от него побольше и получше есть при социализме? Что не бывает у рабочих такого поведения? Не важно, что я делаю, то важно, что я за это буду иметь. Бывает. Это почему характерно для мелкобуржазии? Мелкобуржазии – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вроде бы тут нет мелкобуржазии при социализме. А поведение мелкобуржазное, типичное. Не то важно, что я делаю, то важно, что за это буду иметь. Или по-другому можно поставить вопрос. Вот общественное богатство. Давайте бороться за общество, увеличивать общественное богатство. И поскольку у нас есть общественные фонды потребления, увеличивается фонд распределения потребов, всем этом выгодно. Правильно? Да. Это коренной интерес. А еще мне выгодно, если я социалистически трудящийся, получить большую долю, меньшего пирога. Не важно, какой там пирог. Важно, чтобы я большую долю получил. Согласны? Это есть такой интерес? Объективный? Есть. А какие гарантии, что я не буду действовать вот так? Но если вы не будете с этим бороться, это может начать развиваться. Особенно опасное течение или явление – это то, с которым не бороться. А как вы с ним будете бороться, если теоретически считается, нет никакой этой борьбы? И вот так получилось довольно забавно, что я в то время, когда у нас появилась концепция развитого социализма, я в это время заканчивал диссертацию докторскую и книгу подготовил, которая называлась так «Полномерное разрешение противоречия социализма к первой фазе коммунизма». Вы можете ее посмотреть на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». И там я доказывал, что в первой фазе коммунизма, то есть при социализме, действуют противоположные, то есть антисоциалистические тенденции, и они объективны. И если вы с ними борьбы не ведете, то социализм начнет разрушаться. И это доказывать мне не очень просто удалось, потому что книжка моя где-то на год была задержана, поскольку сейчас был период развитого социализма, где я сказал, какая может быть борьба при развитом социализме. А у меня шла речь о развитии социализма, а не о том, что он развитой. И некто Михлин, который был зам главного редактора, написал такую мне толстую-толстую такую рецензию, отрицательную, что меня вроде как надо из партии исключить, из университета выгнать. Но я к тому времени тоже уже был, такой оперившийся уже ученый. Вот, и я уже знал, как надо действовать. Я даже знал, почему порядочные люди проигрывают. Возможно, вы не знаете. Вот почему порядочные люди проигрывают, как вы думаете? Они же порядочные. Они даже выигрывают, да? А почему они проигрывают? Потому что непорядочные. А? Потому что непорядочные. Ну вот, значит, то есть порядочным не надо быть, да, что ли? Что, зачем быть порядочным, чтобы проиграть? Интересное дело. Ну, они играют по-честному. Ну, они играют по-честному. И что? И что будет? Зачем такие люди? Вот вы порядочные. В результате вашей деятельности вверх возьмут все непорядочные. Спасибо вам большое за вашу порядочность. Это вы привели их, что ли? А как действовать надо? Вот я к тому времени, так сказать, задумавшись над этими проблемами, обнаружил как-то в газете «Советская Россия» такой афоризм. Почему порядочные люди проигрывают? Потому что порядочные люди относятся к подлецам, как к порядочным людям. А подлецы? А подлецы честные. Они относятся к порядочным людям, как все, как к себе. Ну, каждый как к себе. Порядочный, как к подлецам, как к порядочным. А подлецы? Порядочным, как к подлецам. Как к подлецам. Ну, так если порядочные относятся к подлецам, как к порядочным. А подлецы к порядочным, как к подлецам. Кто выиграет? Подлецы. Что надо делать? А надо, как выяснилось, к порядочным людям относиться, как к порядочным людям. А к подлецам? Как к подлецам. Учитесь. А вы вот хотели дать дорогу этим всем подлецам. Благодаря вашей мягкотелости, мирного сожительства с этими подлецами. А вот она бы не пропустила этих подлецов. И все, тогда мы расцветали бы и жили. Поэтому я вот, когда этим вооружился, такой у меня создался диалог в кабинете главного редактора. Нина Александровна Захарова была. Она говорит, вот написал Ефим Ильич Михлин вам рецензию. Будете ее читать? Я так пролистал, увидел, что надо меня отовсюду исключить и все зарубить. Никаких книжек не давать. А уже открытки были на то, что книжка уже в плане. Издательство Ленинградского университета тогда составляли открытки, чтобы потом купить. Тиражи были большие. Я прочитал. Говорю, нет, да я не буду читать. Как? Ну так, а кто такой Михлин? Видите, я начал уже не так, как вы советовали, как вы. Я говорю, кто такой Михлин? А вы что, говорит, не знаете Ефима Ильича? Нет, я знаю, конечно, Ефима Ильича. А кто он такой официально? А так подумал, он говорит, официально, а я знал, что он на пенсии. И только два месяца в году он подрабатывает в качестве замглавного. И в это время, когда он написал мне волчий билет, он не был замглавного редактора. Я говорю, ну официально, да, кто он официально? Ну, она говорит, он замглавного редактора нашего издательства на общественных началах. Ну, я говорю, надо написать. Она вызывает девочку. И после этого, значит, девочка печатывает. Там написано, Михаил Ильич, замглавного редактора издательства ЛДУ на общественных началах. Ну, мне главный редактор, Нина Александровна, уважаемый, говорит, ну, будете я читать? Я говорю, нет. Почему? А потому что он на общественных началах. Я не собираюсь его читать. Мало ли чего там люди напишут, которые у вас не в издательстве работают. Мне это не касается. Она говорит, так он же ветеран. Ну, говорю, у вас свои ветераны. У меня вот есть ветеран, декан экономического факультета профессор Моисеенко, командир полка Катюш был, кавалер ордена Александра Невского. Я с ним буду советоваться. А вы советуетесь? Я же не вам не запрещаю. Она говорит, ну, мы будем руководствоваться. Я говорю, руководствуйтесь. А дальше, когда я выяснил, что вот уже целый год тянут и никак не публикуют, я сказал, вот у меня тут есть разговор к вам. А почему это вот так долго тянется? У вас есть какие-то нормы? Да. Ну, какие нормы на 10 печатных листов? Месяц. А прошло год, все, я отказываюсь от этого редактора. У-у-у, шум поднялся. Как так? Я отказываюсь от редактора. Что вы, против редактирования? Нет, пожалуйста, вот давайте я с вами буду работать. И я дорабатывал книгу с главным редактором и заместителем главного редактора. А этого товарища Лебедева, так сказать, отвел. Но его мне все равно вписали в книгу, что он якобы заканчивал. Но уже и без него это все заканчивалось. И вот книга была опубликована, сюда можно выходить на докторскую, где я доказал, доказывал, и соответственно и в докторской, что при социализме действуют противоположные тенденции. И эта противоположная тенденция, если с ней не бороться, она, естественно, что должна сделать? Разрушить. Если вы не будете подметать, у вас будет хлеб дома, а они дом. Правильно? Если вы не будете бороться с отрицательными тенденциями, они возьмут верх. Вот и все. То есть при социализме это при социализме. А в переходный период, тем более, есть одна тенденция действует к переходу капитализма в коммунизм, да? А противоположная действует к переходу коммунизма в капитализм. Действует? Действует. А кто возьмет в мир? А все и решается по принципу, кто кого. Поэтому весь период становления социализма – это период, ожесточенный классовой борьбы. Кто представляет вот эту линию на перерастание капитализма на строительство социализма? Рабочий класс во главе с коммунистической партией. И рабочий класс подсоединяет все беднейшие крестьянства, нейтрализовывает, так сказать, среднего крестьянина и борется с кулачеством. Если кулачество начинает бороться. В чем оно? С созданием колхозов боролось. Есть такой фильм «Отец и сын» Анатолия Иванова, по сценарию Анатолия Иванова, где показано, как проводилось, какие события развивались в деревне в период коллективизации, как учительницам сельскому живот их вспарывали, в том числе беременны. Кулаки. И поэтому было принято решение, так сказать, освободиться от кулачества, так сказать, таким образом, что их отправить в другие места, чтобы они, так сказать, не занимались, так сказать, той борьбой, которую они вели. Но очень часто бывает, что люди не очень понимают, что они делают. Потому что, скажем, тогда эту задачу надо было решать как задачу революционную, как революцию в социалистическую деревне, создание колхозов и ликвидацию кулачества как класса. То есть, чтобы никто не нанимался кулакам, надо создать коллективное хозяйство и в этом коллективном хозяйстве обеспечить приоритет интересов общества. Как это сделать? Во-первых, это надо сделать за счет того, чтобы в деревне было бы рабочий класс. Слышали МТС? Это не только телефонный оператор, это еще машино-тракторные станции. А машино-тракторные станции кто там работал? Она кому принадлежала? МТС на селе – это государственные предприятия. Все трактора, комбайны, сейлки, веюки, мельницы и так далее – все это принадлежало государству. И там был сельскохозяйственный рабочий класс, который обеспечивал подчинение производства в деревне государственным интересам, то есть интересам рабочего класса. И в общих интересах, что в развитии экономики, когда вся экономика развивается в общих интересах, какая собственность получается? Общественная. В общественных интересах. Причем как? Ну, в началах понятных крестьянину. Вы что будете сеять? Гречиху или проса? Гречиху. А? Гречиху? Отлично. Вам сколько нужно этих там сейлок, комбайнов, тартаров? Ну, мы будем делать. А вы что будете? А вы не будете делать Гречиху? Не будете. Ну, вы свободный же человек? Свободный же вы человек? Свободный. Ну, и хорошо. И мы свободные. Мы вам еще добавим, доктор Рох и так далее. А вы там, у вас есть люди в колхозе? Вы работаете. А вы будете сеять Гречиху? Да. Да? Ну, хорошо. И вам тогда даю. Ну, вы уж извините. Мы все самостоятельные, у нас нет никакого принуждения. Вы делаете, что хотите, а мы помогаем тоже, кому хотим. Вот вас мы хотим помогать и вам хотим. Любим мы вас, а вас уважаем. Мы ничего против не имеем, вас на здоровье. И что получилось? Что получилось, что форма такая коллективного хозяйства, она кооперативная. Но этот кооператив действует в интересах государства. Закупочные цены устанавливаются. Что они? Такие, как на свободном рынке? Да нет. Ну, кто закупочные цены устанавливает? Государство. Если вы продаете, вообще-то вы цены устанавливаете. Если это свободный рынок, правильно? Вы же продаете. А тут получается так, кто устанавливает? Государство. Да потому что вы нигде больше не продадите. Государство установило цену. И вы по этой твердой цене будете и производить. Цена должна быть такая, чтобы вы могли обеспечить нормальное развитие своего колхоза, нормальные условия для производства и развития колхозников. Вот так обстоит дело с проведением коллективизации. Это важный был такой момент. А противоположные были моменты? Ну, например, такие. Вот вам поручено было, вы 25 тысячников возглавляли. Слышали такое движение было, 25 тысячников? Поехали 25 тысяч рабочих помогать создавать колхозы. И освобождаться от кулаков. Революционно настроенные такие. Вы кто такие кулаки, знаете, нет? Нет, да. Направили с ними. Не знаете, вас никто не направлял. Вот человек-напарник. Не надо. Вы делаете свое дело. Вы выращиваете гречиху, вот и спокойно. Кулаки это кто? Кулаки это большие держатели. Большие что? Они держат территорию такого. Ну, и что плохого? Что за мелкое все, что ли? Что плохого, если вы человек, хозяйство, это большое территорию. Что в этом плохого? Я не вижу ничего плохого. А в чем беда? И что, вот людей за то, что они много обрабатывают. Вот эти вот бездельники тут обрабатывают мало. А вы, а эти обрабатывают много, и вы на них и напали. А чего? Потому что они все своими руками. Ну, все своими руками делают. Это же хорошо. Нет, собираюсь. Не своими? А кто в деревне не использует наемный труд? Вот я весной приду к вам и скажу, вы мне помогите тут вспахать? Пойдете помогать? Ну, да. Что, нет, я вам заплачу? Это будет наемный труд. Ваш, я вас нанял. Так? А осенью вы приходите, Михаил Васильевич, у нас яблокоурожай, помогите собрать яблоки. И вы меня наняли. Так, значит, то я вас нанимал, потом вы меня... В деревне друг друга нанимаете. Это обычное дело. Ну, дом надо поставить, мы вас наняли. А вам нужно было что-то посадить, вы еще кому-то наняли. И вот это распространенное отношение. И что, вы всех в Сибирь, что ли, нас? Как нет? Вы объявляете нас кулаками, и раз я нанимаю. И в Сибирь. Какой? Кулак – это кто? Вы нам сказали. Вы уже приехали что-то решать политически, а вы выяснили, кто такой кулак? Вот мы сейчас до этого не доводим. Прямо здесь вот в стенах сначала решаем, а вдруг придется проводить коллектив. А опять будет то же самое. Мы второй раз не должны повторять ошибки. Кулак – это кто? Не знаю. Не знаю. Ну, и рабочие не знали. Поэтому говорят, вот они там, а вы бы поехали, еще бы надо. Вот, получается, люди сейчас из нашего времени поехали бы эту задачу, и опять бы что-нибудь напортачили. Можно я скажу, кто такой кулак? Кулак – это сельский буржуа. А что значит сельский буржуа? И это значит не просто, что он нанимает. Ну и что, что я вас нанимаю? У меня вот восемь детей, и все мужчины. Парни здоровые. И мы трех человек женщин наняли, вот вас. То есть как бы вы ни работали, вы столько не сделаете, сколько этих восемь мужиков. Правильно? Поэтому весь ваш труд дополнительный, в том числе чужой, этот вот неоплаченный труд, который мы получили в результате этой вашей деятельности. Правильно? То есть мы вам выплатили зарплату, вы работали восемь часов, три часа, за три часа мы вам заплатили эквивалент, а пять часов вы на нас работали. Пятнадцать получилось. Вот вы трое дали пятнадцать часов, а наши эти восемь парней дали восемьдесят часов. И ваши эти пятнадцать по сравнению с восьмидесятю, ну, некоторые додобавок. То есть можно сказать, что вот мы живем вашим трудом? Нет. Мы прежде всего живем своим трудом, а ваш труд подсобляет нам. А если наоборот? Если я набрал, вот вас уже много, зачем это я буду вот ковыряться в земле? Сколько у вас третий? А сколько у вас вообще в группе человек? Десять. Вот девять. Вот вы девять работаете, а я буду это... Вы у нас старше будете. Значит, условия у меня очень простые. Сколько вам зарплаты нужно? Можно больше. А? Можно больше. Ну, сколько? Давайте, мы же должны конкретно знать. Сколько надо вам? Ну, сильно-то не замахиваетесь там, вы же понимаете. Сколько надо зарплаты? То есть, что с какой работой? Сколько? Она меры не знает. Давайте вы будете. А вы? Вам сколько на зарплату? С какой работой? Какую? Руководить будете в семье девятью? А? Хорошая работа? 50. Ну, нормально, 50. Хорошо. 50. Вы все получите по 10. Обойдетесь. Она 50. Потому что она меру знает. А вы меры не знаете. Вообще не знаете, сколько вам надо. Раз вы не знаете, что я буду вам деньги давать? В общем, молчите. Раз молчите, молча нам всегда не ведет. Вот. Ну, вот, значит, каждый месяц мы должны выплачивать девять, восемь по десять, восемь месяц, и вам пятьдесят, сто тридцать. А потом мы будем с вами, мы с вами, за произведенную продукцию, ну, двести пятьдесят. Сто тридцать для мной? Сто двадцать. Это кому? Это мне. Потому что вы зарплату получили, пятьдесят, сколько мы договорились, столько и получаете. Причем вы работаете, управляете, а я не вмешиваюсь в вашу работу. Единственное, что я хочу вам сказать, как только будет меньше, чем вот двести пятьдесят, я вас увольняю и ее назначаю. Так что вы думайте. И будете вы десять получать, а она будет пятьдесят. И это уже поглядывает в вашу сторону. А мне не надо разбираться в устройстве вашего там сельского хозяйства, там, коровы, как они там дуются, как кормить, как все. Вот вы и разбирайтесь. Я очень просто поступаю. Как только будет меньше вот этот нормов прибавить, при нормах прибыли. Все, до свидания. Ну, правильно? Так сейчас и делают. Что вы думаете? А Барамович прямо не спит, думает. Как ему организовать? Это очень просто. У него все управляется. И вообще сейчас при капитализме есть управляющие. Они получают большие очень суммы. Вот сколько получают члены правления наших государственных компаний? Вы не знаете, нет? Вот хорошая очень компания, у нас Роснефть, очень богатая. Ну, это очень много. Что значит очень много? Как может быть очень много? Денег может быть только мало. Вы в каком обществе живете? В буржуазном. Как вы можете сказать, что очень много? Я не понимаю. Сколько вам не давали, вам все мало. Нет, она не может устоять долго на этой должности. У нее нет какой-то вот такой жилки. Хватить? Ну, вот в Роснефти я руководители, сколько первые лица получают, не знаю, нет таких данных. То есть есть они, но нам не сообщают, трудящимся преподавателям. А вот сколько получают члены правления? Пожалуйста. Значит, 17 миллионов в месяц рублей. 17. Все. Что, ну да, а вы 50 тысяч, не могли больше. Я бы спрятался бы больше. Я бы вам дал больше. Но вы же не стали говорить. Ну, думаю, она что нам молчит скромный человек. И хорошо. Все мне плохого. Газпром. 15 миллионов в месяц. Члены правления. Члены правления. Руководитель тоже не знает. Миллер сколько получает? Не знаю. Ну, бедняки. ОРЖД. Пять. Миллионов в месяц. Вот вам пять миллионов в месяц давали. Почему вы не соглашаете? Вы же не знаете, вас убьют же даже. Боитесь, что вас убьют. Вот вы с пятью миллионами идете и домой не дойдете. Страшно же с ними ходить. Как куда их девать? Понесешь в эту дверкассу, кто ли при выходе убьют, то ли при входе. Страшное дело. Куда вы будете девать? Начнете оформлять в какую-нибудь фирму. Пойдете что-нибудь. Вы хотите там недвижимость купить. Как узнаете, какая сумма у вас наличная? Опять. Вам жизнь дорога? Своя? Дорога. Поэтому правильно вы решили. Пятьдесят тысяч. А я уж как-нибудь распределю. У меня тут все хорошо. Я знаю, что с ними делать. Правильно? Так что давайте так. И все. Мне не надо ни в чем разбираться. То есть, если мы начинаем выяснять, кто такие кулаки, выясняется, что нынешние люди не знают. А почему вы думаете, что 25-тысячники, рабочие, знали, кто кулак, кто не кулак? Они смотрят, у вас три коровы. Наверное, кулак. У вас мельница есть? Нету. Значит, не кулак. А у вас есть мельница? Возможно, вы кулачиха. А возможно, нет. А на самом деле надо брать, сколько люди, живут ли они в основном своим трудом или в основном прибавочным трудом, чужим, неоплаченным трудом. Если за счет эксплуатации в основном, то кулак. А если в основном за счет своего труда, не кулак. И кулаков у нас было в деревне в 1928 году столько же, сколько было до реализации эсеровской программы, которую большевики реализовали, разделители, все разделить по едокам. До этой программы ситуация была такая, что 6% в деревне, кулаки, 6%. В 1928 году те же 6% образовались. Когда все разделили, так и получилось, как и ожидали. Большевики снова начнется у одних больше девочек родиться, мальчиков, у других больше. Значит, одни потом больше обрабатывают, прикупают у других к землю. И так оно постепенно переразвределилось. Даже если она не покупалась, но арендуется. И в итоге получилось, что опять пришли к тому же бедняки, середняки и кулаки. Середняки – это мелкие бружа обычные. Батраки – это рабочие сельскохозяйственные наемные. А кулаки – это сельскохозяйственные капиталисты. А капиталисты – это те, которые живут за счет чужого, неоплаченного наемного труда. Вот и все. Вот критерии. На всякий случай. Вдруг вас будут спрашивать по каким-то вопросам. Вообще, кто такой курсовод? Хочется людям поговорить с вами? А вы шаг в сторону уже не знаете. А надо, чтобы вы были, так сказать, широким кругозором. Шаг в сторону вы опять знаете. Шаг в другую сторону вы опять знаете. Правильно? Поэтому, скажем, вот философия, как наука всеобщим, она позволяет, так сказать, иметь такую картину. Ну, такую, чтобы вы были подготовлены к чему? А ко всему. Всегда скажите, что вы про это знаете? Ну, про это я знаю то, что оно есть. Если уж на худой конец. Правильно? Мы же с вами уже обсуждали. Ну, чтобы вы не были таким человеком, который вот запинается. Значит, придут люди. А разные люди будут приходить. Вас спрашивают. Вы что, их выбираете? Какие приедут с такими разговаривать? Там жаловались Сталину по поводу того, что вот этот не такой, да этот не так делает, да тот не так делает. И что Сталин сказал? Как ваш фамилия? Борискова. Товарищ Бойкова, у нас для вас других людей нет. Нет. Вот кто придет вас слушать ваши эти выступления там, вот с теми работать. Ну, правильно же? Вот на это мы и готовимся. Поэтому мы должны быть во всеоружа. И уж, по крайней мере, ну, разбираться в этапах. Это к чему относится вот это становление общества? Кто? К социализму. А что, становление не было? Рабовладение. Было? То он начинает разлагаться общиной, пытается выделиться отдельно, семьи, да? Забирают несколько представителей поверженного племени, не убивают их, а заставляют на себя работать. Когда это могло получиться? Ну, когда один человек мог сделать больше, чем хватает на его прокормление. А зачем вам тогда раб? Если он будет только себя вот содержать на вашей земле. И еще смотреть, как убежать и как вас убить. Вам нужен такой раб? Не нужен. Вам нужен раб тогда, когда он будет вас кормить. А вы будете съездить, смотреть, как он работает. Вот я вот сижу и смотрю, вот почему вы, вот мы трое, смотрим до, уже два часа, как вы одна никак не можете выкопать канал. Поэтому никакого рабства без того, чтобы орудия и средства производства, которые вы будете показывать, вот тут такие были орудия, тут такие, тут такие, чтобы если эти орудия не позволяют производить больше, чем нужно для одного человека, рабство невозможно. Просто убивали и все. А если вы уже в возрасте? И дети у вас есть, вы сознательный человек. Что вы должны сделать со своим мужем вместе? Ну, когда уже в известном возрасте, что вы должны сделать? Ну, в горы уйти, тихо там, не беспокоить молодых. Ну, так? Это сейчас вы избаловались. Пенсии вам, пособия, льготы. Какие льготы? В горы вышли и все. Вот, вы-то не пожилые, я-то пожилой. А что значит пожилой? Пожил уже. Ну, раз пожил, так надо и... Ну, честь надо же знать, правильно? Совесть иметь. Что вы думаете? Пока упадете, что ли, вы собираетесь преподавать? Ну, так? Поэтому так и было. Потому что если средства производства такие, что они не позволяют накормить кого-то, кроме вот детей, ну, скажите, кто должен тогда выжить? Новое поколение с детьми? Или старики? Старики выживают, а все младенцы умрут. Это правильно будет? Может допустить в обществе такую ситуацию, когда младенцы умрут, а старики, эти бабушки с дедушкой, живут. Ну, и поэтому бабушки с дедушкой должны сказать, ну, счастлива вам жизни, детей так воспитывайте, и тихо, 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 и в горы. А потом? А потом, когда уже развились производительные силы, ну, тогда пусть и поживут. Вы же не против родителей? Пусть и живут. Хоть они вас иногда и подъедают, но все-таки это же в ваших родителей. Чего вам их обязательно в город? Уже все, другая ситуация. Тем более рабы у вас есть, они уже работают. Наберите себе больше. Вы победили. Вот если бы вы были моей противницей в войне, я имею право вас убить. Как вы считаете? Как это нет? Вы же проиграли. Могу даровать вам жизнь, могу не даровать вам жизнь, правильно? Хотите работать будете у меня. Зачем вам умирать? Смотрите, какая вы красивая молодая. Работайте. Вам же хорошо будет, если вы будете работать. Я-то имею право, потому что вы из чужого племени. Если вы из чужого, мы с ним воевали, вы проиграли. Думаете, я не знаю, что если вы выиграли, что вы меня так рассказали? Ну что, Михаил Васильевич, все, хватит лекции читать, все. Вы должны войти, вот вы же как историки, должны как бы живо это осознать. Никакой пощады этим представителям чуждого племени. Мы с ними насмерть воевали. И теперь мы вас будем оставлять в живых, будем, если вы будете нас кормить. Хотите, вместо того, чтобы мы вас убили, вы будете работать у нас? Хотите. Но мы даже вас особенно не спрашиваем, но просто так, для интереса. Потому что от вас это не зависит. Мы же победили вас. И наоборот, вы победили, вы решаете. Так образовалось рабство. Нам становление рабства нужно, а эти рабы начинают восстание поднимать. Это какая тенденция? Противоположная. То есть мы вам это даровали жизнь. Вы, дескать, работаете тихомирно, кормите нас и сами немножечко ешьте. А вы взяли и начали тут. Ваша фамилия не Спартака случайно? Нет? А что вы? Да не замышляете вы в восстание против нас? Нет? Это все так говорят, что не замышляет. Я чувствую, что уже вы замышляете. Но вы смотрите, у нас тут мечи острые, мы вообще все время на чеку. Вы представляете себе, арбовладельцы. Они такие были, как сейчас капиталисты. Такие. Никогда ничего не могут. Вот они только могут, значит, вот с такими животами. И потом они идут и в СПА процедуру делают. Чтобы как-то немножко привести себя в порядок. Дескать, платите 15 тысяч, и давайте снова худеть. А тогда раз все же воины были, правда? Римские, греческие воины. Раз, два, и разделали с этими рабами. Вы решили против нас отставать, воевать. Все. Вот команда ваша осталась, Спартак. И радуйтесь. А где Спартак? Спартака нет. Мы же должны объяснять, откуда появилась-то команда. Что, сюда? Это на память. А есть крылья советов, тоже на память. Есть же, да? Комсомольская правда, где-то есть. А что, комсомол есть? Комсомол есть сейчас? А комсомольская правда есть. Есть еще и комсомол. Да это такой комсомол. А советский спорт, ладно уж, раз вы настаиваете, советский спорт есть сейчас? А газета есть в советский спорт? Да. Да есть, конечно. Советский спорт, хорошая газета. Люди это понимают, буржуазный, вовсе бренд, самый главный бренд. Ну, уберешь советский спорт, никто не будет новой. Сделаешь газету. Буржуазный спорт. Что будут брать? Скажут, пошли они. То есть мы должны видеть, как это становится. Вот становление рабоведческого общества. Интересно это узнать, как это вдруг из первобытной общины, вдруг происходит разложение, выходят семьи с рабами и начинают существовать уже, а потом они, для того, чтобы, они же убегают, эти рабы, надо с их сообща, наверное, как-то объединяться, чтобы этих рабов держать в узде. А что значит соединяться? Значит, надо создавать специальную организацию, для того, чтобы она преследовала тех рабов, которые хотят убежать или восстать. Как называется такая организация? Знаете? Вы же, если вот вы рабы, вы же убежите. попробуйте. А мы тут, вот она может убежать, давайте, я вас назначу, вы будете, если что, ловить и вооружу вас. А? Аминь. Это называется государство. Аминь. С чем я вас поздравляю? Государство появилось, как орудие правящего класса, для того, чтобы подчинять правящему классу тот класс, который является эксплуатированным. Чтобы рабы не убегали, чтобы сообща мы были, у него в одиночку же, а мы все рабоводельцы объединяемся, как класс, ну, сам создаем греческую демократию, обсуждаем, что будем делать с рабами, что будем делать. Если они будут убегать, убивать будем, возвращать хозяева. Возвращать хозяева, а хозяева сами решают, оставляют они их в живых или убивают. Убить же можно, раба? Мне вот вас-то не хочется убивать, а вам, наверное, мне уже хочется, имея в виду, что я экзамен у вас буду принимать. Лучше раньше убить, потому что неизвестно, что получится на экзамене. А тут скажут, вот один придет в другое место мне сказать, вот один на ум уже, значит, порешили. Как вы будете себя вести? Уже он будет по-другому себя вести. Мы должны же вот, у вас такая специальная, что вы должны проникнуть вот не просто около камней, а вот как все это показывать, как это все развивалось-то. Вот как раз эта древность всякая. В той же Греции будете рассказывать, вот здесь вот, у этого камня было, вот то, вот этого, то. Вот видите, какие сооружения? Вы можете поднять такие сооружения без машин, без механизмов? Немыслимо. Какие там были мощные храмы, и они созданы, ну что, вручную, ну хоть бы сколько людей вы собрали, вы никак не поднимите такие камни на такую высоту. Значит, были приспособления, какие, надо выяснять, изучать, и рассказывать, как это делалось. Не просто, чего ели, а же как работали, и как такие прекрасные творения создали. И как создали водопровод, сработанный рабами Рима. Да? Вы побольше сделали. А у нас, например, в буржуазное время взяли и заложили старые трубы под видом новых на 2 миллиарда в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Вот тогда, если бы вы узнали, что это сделали рабы, я думаю, вы всех бы их быстро бы лишили жизни. Правильно? А у нас они вот так отделались испугом больше. то есть исследована вами, как историками, вот эта вот проблема становления, становления владельческого строя и сработанной общины. А кто-то не мог уже от семьи бежать, обратно в общину возвращались, правильно? То есть было движение и то, и другое. И, наконец, вот уже сложились такие крупные государства, как вот Древняя Греция, потом Римское государство, да? И вроде все стало хорошо. И как всегда бывает, когда все стало хорошо? Мы, наверное, знаем, что есть тенденции, которые к прихождению. Это куда-то есть тенденции или нет? Ну, значит, и что же получилось? Ну, оказалось приходящим это греческое государство. И Римское тоже приходящее. И при этом, так сказать, вот, напали на них варвары. Так вы убивайте этих варваров. Они напали, эти варвары. А вы же у вас культурные и все. У вас такое мощное государство, у вас соответствующие государственные деятели, и вы начальники, и у вас колесницы, и у вас вооружение. А что, какие-то варвары вас разбили? Это странно. Мне кажется, вам странно. В чем дело? В чем дело? Ну, кто меня пришел? Почему такую культурную Грецию или культурную Рим взяли, разбили какие-то там барбары? Что это такое? Вас никогда не удивляло? Ну, внутреннее разложение в судовом. Внутреннее разложение. А почему разложение? Это из-за чего? Правильно, внутреннее разложение. Вот я вам всем работу дал, вы начали руководить, вы не разлагаетесь. А я пошел разлагаться. Я с вас только каждый раз, каждый раз мне в год приносите сколько? 130 тысяч. Вам 50. Что-то все мы разделили. Вмесяц вернее, извините, вместе. То есть разлагались некоторые, до того уже передали все функции рабам, что некоторые вообще не смогли уже как-то это управлять. Это раз. Во-вторых, рабов много, это надо какое войско держать только для того, чтобы эти рабы были в подчинении. Восстание рабов имеет место быть. А в то же время этот рабский труд развивается у вас производство? Вы видели, какие воротники для рабов делали, чтобы они виноград не ели? А то я чувствую, вы будете у меня на поле работать и виноградик будете собирать? А виноградик чей? Ваш или мой? Мой. Значит, надо вам сделать деревянный воротник, чтобы когда вы возьмете виноградик, они дотянутся. И такой вам воротник зайдите собирайте виноград. Сейчас так не делают, да? Сейчас говорят, ну ешьте сколько хотите. Тем более сейчас невкусная клубника клубника, к примеру. Кто ее будет есть-то? Сам бы деньги надо. Сейчас по-другому. Ну, вот такая проблема была. Ну, и как вы будете работать у меня? Ясное дело, вы такой смотрите. Вот сейчас смотрите меня, как бы я умер бы. Как бы меня удавить. Ну, это нормально со стороны рабов, правильно? Смотреть так. Если все эти средства производства, которые я вам даю, вы ломаете все. Почему? Потому что это средство вашего угнетения. С помощью этих средств вы меня обогачаете, а сами все больше и больше угнетаетесь. Правильно? Поэтому как с развитием производительных сил в период рабовладения оно тормозится или оно все бурно развивается? Сначала вроде бурно развивалось, а потом все больше и больше. Появились такие средства производства, что они требуют другого использования. Других производственных отношений, когда нет такого, что вы под страхом смертной казни все время ходите, не будете работать, убью. Имею я право убить раба? Имею. Ну, как у вас энтузиазм трудящийся, трудовой? Соревнования будут у вас? Будете вы стараться, когда я выхожу и смотрю, убить и не убить, и убить и не убить? На запугивание далеко много можно уехать? Недалеко. То есть это какие-то отсталые средства производства, новые, современные вам дали, вы их ломаете. Ну, не специально, как бы, они просто ломаются. Потому что как вы ответите на вопрос, что вот пришли варвары, разрушился это государство, а государство это все равно восстановилось, но уже не рабовладельческое, а какое? Да, и вот тот, кто был рабовладельцем или другой, который заменил, он является собственником земли и вот этих работников, но они уже не рабы, а крестьяне. Вот вы порадоваться должны сейчас, уже вы не рабы. А это что значит? Значит, будете приходить ко мне в понедельник, в турник, в пятницу и в субботу, в четыре дня в неделю и работать на барышине. Вы к порынему будете у меня руководителем, управляющим будете. А я по-прежнему буду гулять, отдыхать, читать, а вы ну как получали такой выплате. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Ну а в остальные дни вы свободны. Ну в каком смысле свободны? Кто если убежит отсюда, вернем назад и накажем. Очень сильно. Убегать нельзя. А работайте, пожалуйста, у себя на участке, работайте сколько хотите. Сколько часов хотите, можете нисколько не работать. Вот у меня вы четыре дня работаете. Понедельник, вторник, пятник свою субботу. А в воскресенье что там у нас еще остается? Среда и четверг это ваши дни. Что вы будете сажать, а что хотите, то и сажайте. Что вы будете есть, а что хотите, то и ешьте. Вы свободны? Почти люди. Почти свободны. И что вы только должны сделать? Проработать четыре дня в неделю на барщине. Да? И все. И смотрите, вот на завод, если вы сейчас пойдете на завод, вам будет начальник участка, начальник цеха, мастер, директор завода, главный инженер и все командуют, и все мы должны подчиняться. А тут вы отработали четыре дня. И никто вам не хозяин, абсолютно. То есть, хозяин же вам, помещик, не указывает, что сеять. Хотите? Вы горячих хотите? Сейте. Не хотите горячих, вы хотите просто. Что вы еще хотите? Пшеницу будете сеять? Сейте пшеницу. Хотите? Свиней разводите. Хотите барану. Хотите овец. Кур. Куры – это средство производства? Да? Пожалуйста. Грибочки собирать, что хотите. В лес я вам пущу. Вы же мои крестьяне. Мне нужно, чтобы вы умерли, или мне нужно, чтобы вы живые были? Чем больше живых крестьян, тем лучше. Давайте, плодитесь, размножайтесь, потому что чем больше крестьян у меня, тем я соленец. В чем богатство феодального общества? В количестве крепостных. Вот если у меня вот трое крепостных, как вот сейчас вы сидите, ну это я какой-то несерьезный помещик. Сомнений, кто руке не подаст. Но я тогда скажу, а у меня присутствует 150 человек на лекции. Приписочку небольшую сделаю, и тогда меня будут уважать. А три? Скажут, ну что, вы пойдите завтра, когда я читаю на всем потоке. Там вот в этом лектории. Там вот я уважаемый этот помещик. А здесь какой? Я мелкопоместный. Еще там три человека, это несерьезно. Отсюда мертвые души. Приписать надо. А также присутствует... И вы сами все определяете. То есть это свобода у вас колоссальная. Но вы заинтересованы, чтобы все это больше росло. Но если вы плохо будете на барчанера, у вас пороть будем. Женщин можно бить при феодолизме? А? Что-то как-то вы без энтузиазма. Не, ну я не сам. Я вообще сам ничего не делаю. Она у меня все есть. И потом есть люди, там услуга была на сеной. Ну как бы специальная фирма. Закажешь, привезут крестьянку. Там же посекут и обратно доставят. Ну как будем лучше работать теперь. А я все в перчатках, я сам не касаюсь. Вспомните Некрасова. Как там говорится? Вчерашний день в часу в шестом зашел я на сеную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Какой вывод сделал для себя товарищ Некрасов? Он сделал такой вывод, что это от его муза. Да? Вот великий русский поэт Некрасов. Вот, говорит, моя муза. Вот она. Вот которую бьют. Но это было рядовое явление. Но убивать – не-не-не. Это вам не рабы. Никому не позволим. Если кто будет убивать – крестьян. А потом представьте, вот сейчас голод, не урожай. Так если вы умрете, у меня же не будет крестьян. Если у меня не будет крестьян, я же не помещик. А если я не помещик, я пропаду. Я же работать не только не умею, но и не хочу. И работать я не буду. Ну, я лучше умру. Но работать не буду. А вы будете. Потому что вы давно уже мною долг. Поэтому мне это не надо, чтобы умерли. Особенно вы, чтобы не умерли. И вы, чтобы не умерли. А как мы будем тогда с ней жить? Ей надо 50 тысяч. А мне 130 тысяч нужно. Ну, так надо, чтобы это все поддерживалось. Поэтому я вам не дам умереть. У меня в закромах, в голодный год я открою и вам. Ну, долг, конечно. И вам тоже. Чтобы вы не умерли. Потом потихонечку отдадите. Ну, допустить, чтобы вы умерли, ни за что. А сейчас? А сейчас свободное общество. Вот вы сейчас... Вы знаете, что нас не оформляют на работу сплошь и рядом? Люди работают без оформления. Трудовой книжки нету, трудового договора нету. И вдруг вы заболели. Или у вас ребенок. А это ребенок, ага, значит, это вам надо платить. Да? Дородовый. Послеродовый. Да? Ага. А вы не оформлены. А вы не моя. И до свидания. Так, тихонечко берут вас, выносят за пределы завода, кладут. И все. Если не оформлено. Это я вам рассказываю сказку или бынь? Бынь. Бынь. А если вы крестьяне умаеет? Нет. Нет, я ваш отец родной. Чтобы я допустил, чтобы мои крестьяне умерли. Не, не за что. Вот побить, да, но для порядка, это самое. Но это не я сам. Это да. Это воспитание. А вот чтобы умерли, нет, это невозможно допустить. Вот вы, понимаете, вот вам нужно вот как-то живо. Вот я-то себя очень хорошо представляю. Помещик. Мне даже захотел этот помещик. И крестьяне у меня такие были хорошие. А вы-то представляете, вам же нужно, если вы хотите людям рассказывать потом, вы должны же очень живо это представлять. Верно? Ну, если вы так, какая у вас специальность? Как я понимаю, не просто вы там книжные черви там что-то читаете и пишете, а вы должны людям, с людьми работать все время. Чтобы они поняли, что это вот не просто камни живые, чтобы все эти камни живые, вот здесь вот они стояли, здесь вот на поле работали. Здесь же ребенок был, вот здесь он в снопах там лежал. Покричит, покормит его мамаша и давай снова работай. Работать надо. А ваше дело, смотреть, чтобы они работали. А если что, синая. Ветро не было, ну на лошади отвезете, ничего. Ну, это так ведь было или нет? Было. Так было. Это вот феодализм. Но наступили, а развитие образовательных сил шло или не шло? Шло. А что значит развитие? Появилась такая техника, такая хорошая техника, что вам, я вот ей бы дал, а вам уже нельзя давать, сломаете. Почему? А потому что вы думаете, как вам на барфине отсидеть свое, и убежать на свой участок. Я вас по глазам вижу, что вы только и думаете. Нет, чтобы так вот работать, работать, попроситься еще один. Нет, все стоит там, следующий четверг и пятницу, сколько там, и воскресенье, да, хотите захватить и убежать. Поэтому толку не будет. Вам давать такое даже нельзя, и оборудование, и средства производства, машина нельзя. Поэтому что-то нужно делать. И, наверное, вы знаете, что в той же России некоторые помещики сами стали крестьян освобождать. Как? А так. А все то же самое, только вы у меня наемные тебе. А вы тоже наемные. Все вы наемные. Это что значит? Ну, если вы умрете, то и умрете. Я тут вообще ни при чем. Правильно? Я у вас не помещик, но земля моя. Вы на моей земле хозяйствите? Платите денежки. Здравствуйте. Или хотите не денежки, хотите хлебом давайте, мясом, грибочками. Что получилось после 1861 года в России? Что получилось? Получилось то, что вроде как помещище владения уже нет, помещиков нет, а земля владельцы остались. То есть помещики стали собственниками земли, а если собственник земли, ну вы будете теперь за то, что пользуетесь моей землей, мне все отнести. Где вы там работаете, меня это не волнует. Несите там и варенье, и соленье, и картошку, и сало. Все, несите сюда. Поэтому освободились вы или нет после 1861 года? Как бы, вроде бы, царь издал манифест, что вы свободны? Ну и поскольку там вещь пошла о том, что земли помещичи, вот те земли, которые раньше использовали крестьяне на своих участках, их все порезали, отрезали от них все, что они на этих участках ничего себе сделать не могут. Поэтому они должны идти и просить у бывшего барина, чтобы я вам дал на моей земле вам работать. Но вам я дам. И вам. И вам. Почему? Я вас знаю, хорошо. Ну, сейчас у нас какие отношения уже? Если я землю владелец, а вы свободные работники, деньги давайте за аренду земли. А я что получаю? Как называется то, что аренда? Это реализация, экономическая форма реализации собственности на землю. И изменились отношения. А отношения такие, как были вы эксплуатированы, так и остались. Форма эксплуатации изменилась. Я вас не нанимаю, вы не мои наемные работники. Это еще не капитализм. Правильно? Вы самостоятельны, сами. Но деньги давайте за ту землю, которую вы используете. Не хотите использовать свободный? Уходите из земли тогда и все. Куда хотите? А куда вы уйдете? Никуда вы не уйдете. И будете вы вы с семьями, с детьми малыми, куда вы уйдете? Будете работать здесь. Поэтому что получилось у нас после 1861 года? Отрезали у крестьян именно то, без чего они хозяйствовать не могут. Поэтому большевики создали себе аграрную программу ликвидации отрезков. Айсеры придумали другую программу разделить всю землю по едокам. Вот у вас там 8 едоков в вашей семье, 8 частей у вас 3 части, у вас 16 16 частей и всю землю по едокам разделить. Большиньки знали и говорили, что от того, что вы разделите землю, ничего не решите. Сегодня она будет разделена по едокам, завтра у одних в семьях больше мужчин, у других меньше мужчин, больше женщин. Одни разбогатеют, другие обеднеют, те, которые разбогатеют, будут брать в аренду, а потом покупать. Другие останутся скоро без земли, и к 28 году, после разделения всех этих земель, к 28 году сложилась та же самая неравная структура на селе в Советском Союзе, какая была при царе, когда передел в революцию, когда разделили. Поэтому, если в городах продолжалась социалистическая революция и становление коммунизма, деревня шла всеми пообратный процесс, шел процесс развития капиталистической деревни, и появились снова кулаки, то есть сельские буржуа. А если сначала разделили, какие кулаки, нет никаких кулаков, а потом появились. А другие, кто такие, батараки, это кто такие, это сельскохозяйственные рабочие. А середники, кто такие, а это мелкие буржуа, вот и вся структура деревни, деревни в социалистической стране. Какие мы знаем соц. страны там? Китай сейчас, соц. страна. Там что, закончился переходный период? Нет. И какой там идет процесс? Два там процесса идет. Один – перехода капитализма в коммунизм, а другой – перехода того, что стало коммунистическим, обратно в капиталистическое. А на Кубе? На Кубе был социализм? Это был. Потом, что-то, особенно после того, как разрушен был Советский Союз, Кубе не справился было со своими проблемами, они решили, что надо часть рабочих отпустить в свободное плавание, то есть сказать «идите, вы будете самозаняты». Самозаняты – это стыдливая форма названия мелкопружазии. Что такое самозанятые? То есть раньше, если вы рабочие, то государство вообще отвечает за то, чтобы у вас был определенный уровень, заработные платы и так далее. Так, начинайте собственное дело. То есть я вообще не думаю больше о том, какие у вас потребности, что вы потребляете, как хотите. Хотите, кур разводите, хотите, овец, хотите собак, хотите свиней, хотите пошить, хотите гулять, что хотите, а вы больше ими не занимайтесь, я вас беру к себе на паблику и заводы. И вы то, что хотите, то и делаете. Все. Миллион самозанятых появилось на Кубе. Андрей Александрович, у меня сейчас лекция закончится через 10 минут. Перезвоню. Ага. Самозанятые. Ну, название такое стыдливое. Никакие не самозанятые, это мелкие буржуа. Превратились целый миллион мелких буржуа на Кубе. А там не так много народу, чтобы целый класс. И куда Куба ушла? Из социализма ушла в переходный период. Вот обратный процесс класса образования. То есть был построен социализм, а потом обратно ушли в переходный период. И куда там сейчас движение идет? А не знаем. Какой верх возьмет. Какая тенденция возьмет верх. Скажем, Лаос. Что там? Тоже переходный период. От чего? От капитализма к коммунизму. А что такое переходный период? Это и туда есть движение, и в обратную сторону. А чем дело закончено? Не знаем. Что у нас есть? Какие еще соц. страны? Вот есть соц. страна КНДР. Там социализм построен. Там нет никаких мелких украинцев. Никаких нет. Нет такого класса или слоя. Нет ту. Я там был две недели в 1992 году. Числота, порядок. Ни бомжей, ни проституток, ни спекулянтов. Ни таких ничего нет. Вся страна работает. Правда, здорово работает. В том смысле, что в 10 часов вечера телевидение выключается, в 6 часов утра включается. Вся страна спит, а потом работает. Вся. А у нас ночные клубы, вся страна гуляет. Праздники все. Вы пойдете вот днем. Все, вы все гуляете. Кто работает, непонятно. Поэтому не так просто с ними и справится. Тут наши специалисты в российской газете год назад писали, что вот есть два варианта сохранения независимости Северной Кореи или высокоточное оружие это, говорит, им не потянуть. Ну, там это очень сложно. 30 миллионов их. Немало, кстати, 30 миллионов человек. Это надо, значит, такую промышленность мощную. А самое дешевое это вот ракеты сделать и ядерное оружие. И вот, говорят, они сейчас вот испытывают свои ракеты и ядерное оружие. Ай-яй-яй. А что вы им предлагаете? Они насмотрелись, посмотрели, что сделали с Югославией наши, как говорят, партнеры. Ну, все, где Югославия? Все. Ну, это расскажите теперь, будете, когда у вас там будете какой-нибудь стране, что было на месте вот этой? Там сейчас и Македония, и Словения, и Черногория, и Косов, и Хорватия. Да? А что было? Ну, это теперь вопрос исторический. Так, Ирак – древняя страна. Я думаю, вам много будет что рассказать по сравнению с Соединенных Штатов Америки, который наводил. Ирак имеет древнейшую цивилизацию, уходящую туда глубоко-глубоко, это вы лучше меня знаете. Да? И что с Ираком? А все. Взяли и повесили президента Ирака. Вы любите этого Саддама Хусейна? Я, например, не люблю. Чем должен его любить? Ну, не я же его избирал, и не вы его избирали. Прилетели. Дескать, а вдруг у вас, кстати, у вас там в сумке нет этого ядерного оружия? Массового параллельного. Вот подозрительно. Наши данные есть, есть данные, которые говорят о том, что возможно есть. Ну, вот примерно так и было же. Поговорили, поговорили, прилетели, разбомбили, повесили президента. Так, куда, говорит, дальше полетим? Куда дальше полетели? У Ливии там бесплатное образование, бесплатная медицина, жилье дают молодым, как только они выходят замуж, женятся. Нет, это не порядок. А экономика империалистическая, в том смысле, что все, так сказать, хозяйничают иностранные монополии там. Но, поскольку нефть ливийская, то они платят деньги, ну, скажем, 15%. 25%. А у Мамара Хаддафи сказал, давай 50 будете платить. Ах, вы сказали 50. Прилетели, ничего, разорвали на куски. Вот я думаю, Владимир Дмитрий Анатольевич, который тогда, будучи президентом, дал добро, что мы не будем ветать в Совете безопасности по этому поводу, по поводу такой помощи Ливии. Не будем накладывать он. Ливия, в кавычку. А? Друзья Ливии, в кавычку. Да. Западная пропуска. Он вета не наложил, а он постоянный член Совета безопасности, Россия. Если бы он сказал, нет, нет. И Китай бы проголосовал. Китай, вы не заметили, он так за Россией держится. Русские китайцы братья на век. Не обратили внимания. А вот сейчас когда Владимир встал по Сирии, они хотели тоже что-нибудь протащить через Советы Битана. Они проходят, наши говорят, нет, мы наложим вето. То есть один член, постоянный член Совета безопасности против, и все. И китайцы тоже, а мы с русским китайцем братья на век, и китайцы с русским тоже братья на век. И все. Поэтому в Сирии этот номер не проходит никак. А если бы он прошел, и что вы думаете, было бы с осадом, тоже растерзали бы. А что было бы с Владимиром Владимировичем и с Дмитрием Анатольевичем, если бы дальше пошли? Украина-то зачем делается? События на Украине о чем говорят? Вот я этот вопрос о фашизме в современном мире специально излагал. Вот можете зайти на на Ютьюбе или просто поисковике разведопрос набрать Михаил Васильевич Попов о разведопрос Попов или просто разведопрос. Вы получите там такой ролик о фашизме современном, который посмотрело где-то 110 тысяч человек сейчас. И где я специально эту проблему рассматриваю, потому что я так подробно в лекциях может быть если останется у нас веем, может мы еще остановимся, пока это вот еще за рамками того, что мы разбираем. Но во всяком случае можно сказать, что на сегодняшний день наше руководство поняло, что первым делом разорвут вот не вас и не вас и не вас и не меня, а первым делом разорвут Путина с Медведема и не будут смотреть на различия в подходах, взглядах и так далее, потому что если вы видели, как подловили как зайца этого Януковича, ну не поймали наши его посадили на вертолет и выездили ночью с территории Украины, спецоперация была. Но у нас, конечно, свои интересы были, чтобы, скажем, Янукович не возражал против того, что мы помогли гражданам Крыма присоединиться, воссоединиться с Россией. Он не возражал же. Ну, то есть в интересах России было и в том, чтобы у нас живой президент, который законно избран, не мешал этому делу. Правильно? То есть вот такие тут возникают проблемы очень непростые. И мы, когда говорим о процессах становления, мы все время должны видеть две противоположные тенденции. Если мы не видим эти две противоположные тенденции, мы никакого становления не рассказываем. Мы просто искажаем действительность в угоду тому, что нам нравится. Нам бы хотелось, чтобы вот все было так красиво, что все только вверх, 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 вверх. Ну, что делать? Есть всегда отрицательные тенденции. Я, наверное, вас не удивлю, если скажу, что, несмотря на то, что мы все с вами и живем, и развиваемся, из этой жизни еще никто не вышел живым. И это не должно нас печалить, потому что единственный способ не умереть – это не родиться. Правда? Надежный. Других надежных способов нету. Поэтому, если вы хотите обессмертить себя, ну, в делах. Сделайте что-нибудь такое великое, вот вы сделайте что-нибудь великое, и вас вечно будут помнить. все будут вспоминать, и называйте фамилии, и вас будут знать, и вас. Меня не будут, потому что, я думаю, вы больше меня сделаете. И затмитесь. А мне уже приятно, что есть такие студентки, которые вот скажут, иногда вспомнят, скажут, да, вот мы учились в университете, был там такой человек. Он что-то, кое-что, так сказать, там давал полезное, но не сильно много. В основном я себе обязан, а, конечно, не каким-то там преподавателем. Это правильно. Так что каждый человек принадлежит к чему? К бесконечному человечеству и вечному. Поэтому то, что он сделает, то и историки говорят, мы оцениваем не потому, чего вы не сделали, это если я буду рассказывать, чего вы не сделали, это будет долго, вы не уйдете. А вот если что сделали, это все идет куда? В культуру. Вот все, что вы сделали, а культура, это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Это навсегда. Вот на этой хорошей ночи давайте мы и остановимся сегодня. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok